Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 9 апреля вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Владимир Путин развеял надежды аграриев на отмену экспортных пошлин. Дилеры рассказали, сколько сельхозтехники не доедет до российского рынка. На льготные кредиты добавили 153 миллиарда рублей. Эти и другие новости далее в выпуске, которые сегодня выходят при поддержке компании Еврохим. Она сделала вклад в развитие аграрного образования на юге России. И об этом мы тоже расскажем. Ключевым событием этой недели стало совещание по сельскому хозяйству, которую провел президент России Владимир Путин с членами правительства. Широкой аудитории позволили посмотреть только первые 10 минут совещания, те, на которых выступал сам президент. Но тем не менее, они оказались достаточно информативными. Владимир Путин отметил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Произошел резкий рост цен на продукты питания. К этому, по словам нашего президента, привели ошибки в экономической, энергетической и продовольственной политике развитых стран. В последние же две недели, отметил Путин, ситуация только усугубляется. На фоне минимальных запасов продовольствия в мире, эти страны вводят новые санкции, блокируют поставки удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ. Президент отметил, что в условиях дефицита удобрений производство сельхозкультур неизбежно снизится. А это повлияет на мировой баланс продовольствия. Причем, развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стремиться перетянуть на себя потоки продовольствия и тем самым обострят недостаток продуктов в беднейших регионах мира. Западные страны о грядущем голоде, не в Европе, конечно, а на африканском континенте, говорят тоже уже несколько недель. На днях группа неправительственных организаций, включая Международный комитет спасения, сообщила, что в Западной Африке наблюдается худший за десятилетия продовольственный кризис. Там дефицит питания испытывают уже 27 миллионов человек, а к июню их может стать 38 миллионов. России голод, конечно, не грозит, однако президент призвал правительство минимизировать негативные эффекты для граждан России. Владимир Путин считает, что цены на продукты питания в нашей стране должны быть ниже, чем на мировом рынке. Он отметил, что для стабилизации цен уже были введены плавающие пошлины на экспорт зерна и экспорт подсолнечного масла. «Мы заблаговременно приняли эти решения и правильно поступили», – подчеркнул президент. Этой фразы он развеял последние надежды на то, что пошлины будут отменены. Впрочем, о том, что вывоз сельхозпродукции вовсе блокируется, речь не идет. Правда, Владимир Путин отметил, что нам придется рачительнее относиться к поставкам за рубеж, а именно отслеживать параметры экспорта в страны, которые ведут по отношению к России явно враждебную политику. Обеспечивать доступность продуктов россиянам правительство будет при помощи не только кнута в виде ограничения экспорта, но и пряника. Президент призвал правительство держать на контроле снабжение отрасли горюче-смазочными материалами, семенами и племенной продукции, а также дать предприятиям возможность кредитоваться. Последнее требование было исполнено незамедлительно. Практически сразу после окончания совещания появилась новость, что сельскому хозяйству выделят 153 миллиарда рублей на льготные кредиты. Деньги пойдут как на короткие, так и на инвестиционные займы. Здесь стоит заметить, что Банк России к тому же с 11 апреля снизит ключевую ставку до 17%. Таким образом, коммерческие кредиты для аграриев станут немного дешевле. Производство сельхозтехники в России в этом году сократится в среднем на 25%. Такой прогноз дался владелец завода Россельмаш Константин Бабкин во время совещания в Торгово-промышленной Палате России. Из-за санкций многие предприятия машиностроения оказались без западных комплектующих. Например, Ярославский моторный завод получил отказы от большинства поставщиков, в том числе от предприятий Бош, которые производят чипы для двигателей, для главного компьютера в двигателях. ЯМЗ ищет поставщиков Кореи, пока продолжает продавать двигатели из запасов. Работа завода возобновится не раньше июня-июля. Представитель ЯМЗ на совещании в Торгово-промышленной Палате заявил, что производство в этом году упадет на 30-35% минимум. Константин Бабкин отметил, что в сегменте самоходных машин ситуация очень сложная, по навесной технике чуть проще. Тем не менее, около четверти продукции российские предприятия недопоставят на рынок в этом году. На сложную ситуацию в отрасли машиностроения указал и Александр Алтынов, глава ассоциации дилеров сельхозтехники. По его словам, из-за санкций выпало огромное количество товарного потока. По итогам года дилеры недопоставят примерно 40-50% от тех объемов, на которые они рассчитывали. Сейчас сервисные центры срочно ищут замену на азиатских рынках, но, признает Алтынов, более 20% техники, которая поставлялась из западных стран, не имеет альтернативы. Александр Алтынов также спрогнозировал рост цен на технику на уровне 15-30%. Этот факт очень сильно беспокоит Минсельхоз России. Ведомство предложило обнулить пошлину на импорт сельхозтехники, чтобы она стала доступнее для аграриев. Независимые эксперты на это предложение смотрят с долей скепсиса. Пошлина составляет 5-10%, но помимо нее импортеры уплачивают НДС, а также утилизационный сбор, так что поблажка будет не слишком уж чувствительной. Ассоциация Роспецмаш, в свою очередь, предлагает обнулить пошлины только на ту технику, аналогов которой в России серийно не выпускается. То есть самоходные картофелеуборочные комбайны, свеклоуборочные комбайны, техника для садоводства, виноградарства и некоторые другие наименования. Сегодня у нас в выпуске есть новость от компании Еврохим. Будучи одной из ведущих агрохимических компаний мира, Еврохим сделала вклад в образование будущих агромномов. 8 апреля в Кубанском государственном аграрном университете открылась обновленная благоустроенная аудитория. В ней будут проходить не только университетские занятия, но и факультативы для студентов, на которых эксперты агрономы будут показывать и рассказывать, как работать с новейшими технологиями. Узнать все о питании растений из первых рук на практике – это очень ценно для будущих агрономов. В компании Еврохим подчеркивают, что развитие агротехнологий напрямую зависит от уровня знаний и условий подготовки молодых специалистов. Помощь университету и предоставление современного оборудования – это один из шагов компании Еврохим навстречу эффективному взаимодействию университета и бизнеса. Позитивная новость напоследок. В марте этого года с российского рынка ушли американские производители навигации и поправок – компании Trimble, Egg Leader и другие. Это значит, что теперь при полевых работах у техники, которая использовала эти системы, не будет точности в Севе 5, 10 см и даже 15 см, к которым привыкли аграрии. Рассказал гендиректор Ассоциации Электрон Агро Алексей Трубников, которого вы, надеюсь, хорошо знаете по видео на нашем канале. В Ассоциации Электрон Агро, впрочем, уже есть как минимум две организации, которые имеют необходимые компетенции. Это компания-система точного земледелия из Новосибирска и Абсолют из Москвы. Они могли бы сработать на импортозамещение и дело осталось за малым, чтобы производители сельхозтехники обратили на них внимание. Мы надеемся, что это обязательно произойдет. На этом наш выпуск завершен. Друзья, желаем каждому из вас бороться и искать, найти и не сдаваться, не вешать нос и надеяться на то, что все в этом мире благополучно разрешится и ваша работа не останется неотмеченной. Спасибо всем, кто нас поддерживает, кто ставит лайки, комментирует и особенно комментирует в телеграм-канале. Я призываю всех присоединяться к нему. Там новости выходят в течение всей недели. И, конечно, спасибо за ваши донаты, за вашу помощь. Мы ее получаем и очень рады. Это значит, что мы работаем в правильном направлении. Всего доброго, до следующей недели.